Всем привет! Меня зовут Артем и это… Меня зовут Симур. Мы из Dance Ages Network. Это на самом деле большое рекламное агентство, которое занимается размещением рекламных бюджетов наших рекламодателей, клиентов. То есть на самом деле, если какой-нибудь Pepsi-Cola хочет разместиться на телеке или интернете, то это к нам. Но в процессе того, что мы делаем, встает море вопросов о том, как делать это правильно и, самое главное, интеллектуально. Соответственно, параллельно мы пилим много всяких оптимизационных тулов и к нам часто приходится за консалтингом. Ну и серии «Пожалуйста, расскажите что-нибудь типа инсайтов про вашу целевую аудиторию». И вот тут-то на самом деле и всплыл желание клиента сделать что-нибудь про картинки. Поэтому дальнейший доклад будет именно про них. Ну что вы узнаете? Вы узнаете на самом деле о том, как собрать правильно датасет. Мы, правда, наломали много дров, пока собирали его в первый раз. И это некая как бы картина, которая покажет вам, как это делать правильно, хотя может быть частично субъективно. Когда клиент к нам приходит, он говорит, вот я хочу узнать о себе, о конкурентах и что они делают в интернете. Кто потребитель также моего бренда, то есть целевая аудитория. Обычно мы отвечаем на этот вопрос, просто покупая у другой компании, которая продает нам так называемый баз-мониторинг, ссылки на различные системы рекомендаций, на ссылки в социальных сетях. То есть такой корпус, который позволяет нам посчитать упоминание банально частоты встречаемости бренда. В последнее время эти же компании, которые занимаются баз-мониторингом, начали заниматься тем, что они вроде как умеют мониторить логотипы. Но когда клиент приходит и просит помониторить объект, разводит руками и говорит, объект мы мониторить не можем. А клиент пришел к нам и спрашивает, можем ли мы помониторить объект. Задача понятная, нужно перелопатить десятки миллионов фотографий, то есть хотя бы даже на сэмпле по 200 тысяч фотографий в день получается. Понятно, что это нужно делать на видеокарточках нейронной сетью. И на чем обучаться? С обучением тоже на самом деле не все понятно, потому что датасет можно собрать вроде как по-серому, пойти в какой-нибудь инстаграм, фейсбук и наковырять там картинок, несмотря на то, что там нет API. Но для бизнеса это не очень здорово. Это вот все попадает либо в GDPR, либо в WZ-152, так еще и с фейсбуком не хочется ругаться. С ВКонтакте тоже все непонятно, поэтому либо нужно копаться в своих каких-то сторожах, если есть какие-то фотографии, на них обучаться, чего скорее всего ни у кого нету, либо доставать данные более-менее легальные, те, которые разрешены для использования в коммерческих целях. И тут привет API Google, Photobucket, Flickr и других сервисов, которые позволяют это делать. Собираем мы их достаточно просто. Тут ничего, никаких изысков нет. То есть понятно, что мы дергаем ссылки на CDN через API, кладем в какой-нибудь Postgres, а потом с помощью асинхронных запросов, асинкаю и IHTTP все это выкачиваем в фолдер. Следующая проблема, которая возникает, это к кому идти для того, чтобы разметить эти фотографии. На самом деле варианта два. Либо собираем команду ассессоров in-house, либо делаем что-нибудь на бирже. С биржей получается следующая история. Как нам видится, это оперативно. Это правда оперативно. И к тому же это оптимизация бюджета. То есть то, что заявляется, что это несколько копеек за таск, это правда так. При этом, если собирать команду ассессоров, то получается вроде на 20% дороже, так еще и дольше. Однако, вот пример того, что нам нужно было найти. Это вот, кто знает детские игрушки. Nerf — это пистолеты различные, пластмассовые. То есть нам надо было найти любой пистолет из вот этого набора, на самом деле в продуктовой линейке, и любое упоминание My Little Pony, будь то в мультике, на одежке, или где-нибудь у ребенка в руках. То есть объектов много разных, это нужно как-то усреднить еще к тому же. И что мы получаем на разметке? Вроде забрифовали команду. Все должно быть классно. Но вот, например, по Nerf мы получили такой классный артефакт в виде скейта. Ну, не очень хочется, чтобы он попадал в разметку. Получили несколько пластмассовых пистолетов, несмотря на то, что все равно ссылались на то, что посмотрите, пожалуйста, линейку пистолетов, и отмечать нужно только их. По My Little Pony получилось вообще очень интересно. На самом деле вот те My Little Pony, которые справа, это не My Little Pony. Они не ортодоксальные, это китайцы. И если присмотреться, это My Little Horse, у них глаза там немножко более диагональные. Поэтому тоже не очень хочется, чтобы они попадали в разметку. И оказалось, что на самом деле очень важно контактировать с теми самыми асессорами, причем постоянно. И это связано не с тем, что мы не понимаем, как брифовать. Мы достаточно четко проговорили с клиентом, чего хотим. А люди, соответственно, воспринимают это немножко по-другому. Поэтому, как оказалось, при приросте цены проекта на 20% проще с асессорами в онлайн-режиме, там по WhatsApp, сидя иногда даже рядом, сделать эти несчастные датасеты на несколько десятков тысяч. Потому что качество повышается драматически, и переплачивать потом второй раз не нужно. Только перепроверить. Второй шаг — это поиск, на самом деле, программного обеспечения. Вот мы решили, что мы с асессорами что-то делаем внутри. Соответственно, у нас нет никакой веб-морды, на которой мы сами что-то можем делать. И первое, что приходит в голову, ну давайте, правда, изобретем какой-нибудь велосипед и, например, возьмем что-нибудь очень легковесное, например, тот же самый Анаториус, допилим его до своих нужд. И оказывается, что количество фичей, которые там нужно допилить, оно просто нагромождается с каждым днем, потому что что-то не нравится нам, что-то не нравится ребятам, асессорам. Поэтому, слава богу, в какой-то момент у нас появляется вот такая классная штука — SIVAT. SIVAT — это интеловская разработка, которая на самом деле является индустриальным разметчиком. Причем разработана она ребятами из Нижнего Новгорода под капотом Django и оставится она докером буквально в одну строчку. В результате мы получаем систему, которая из-под капота делает кучу классных вещей. Например, в нее встроен Deep Extreme Cut Dexter, который, если видно там, что происходит с собачкой и с кошечкой, на самом деле в четыре клика расставляются реперные точки вокруг объекта, и весь объект выделяется с помощью маски. Это очень круто. То есть не нужно работать с bounding box'ами. Все маскируется моментально. Просто интегрируются модели из TensorFlow Object API. То есть если мы что-то сами обучили, мы легко можем прокинуть это внутрь SIVAT, и потом эта модель будет работать за нашего разметчика. Ну как работать? То есть она где-то будет ошибаться, расставляя те самые bounding box'ы или маски, а ассессору придется только расставлять правки. А, еще и предзалито много чего туда. То есть можно пользоваться какими-то предзалитыми модельками. Что получаем в результате? В результате получаем XML, которая состоит из, понятно, что ссылочки на картинку, резолюшена, координаток, и еще из классного вот такого тега оклюдит равно ноль, и про него мы чуть-чуть дальше поговорим. Собственно, мы собрали датасет. Хочется что-то начать делать, обучать нейронку, и мы выбрали самый простой способ, это вбить в Google что-нибудь типа object detection neural network, найти какой-нибудь репозиторий на GT, склонировать и подать прям так, как есть. Собственно, даже при таком подходе, ничего не делая, мы получили довольно хорошие метрики и на трейне, и на валидации, но все было не так хорошо, как оказалось, потому что с картинками были какие-то проблемы, мы наступили на много граблей, поняли, что нужно немножко поменять процесс, и на самом деле на валидации были не те картинки, которые должны быть в жизни. Собственно, пункт номер первый. То, что рассказывал Артем про тег оклюдит, это означает то, что объект чем-то загорожен, и он не полностью есть на картинке. Мы про него сначала не знали и решили, что, наверное, не стоит размечать те картинки, на которых объект меньше 70%, иначе можно получить много объектов. Например, с Coca-Cola мы получили очень много фотографий с маникюром, который был примерно в такой же цветовой гамме, различные узоры или даже надписи на арабском языке, надписи на русском языке в какой-то стилистике. Если расставить тег оклюдит, можно размечать эти картинки и дальше делать какие-то эксперименты, думать, стоит их включать или не стоит. Но мы не стали. Пункт номер два. Собственно, у нас был какой-то свой датасет, скачанный из Flickr и Google, но мы не совсем представляли, какие картинки в жизни нам прилетят. И, собственно, валидацию мы просто сделали так, как думали сами нужно сделать. Поэтому для сбора большого негативного класса стоит нейронку все-таки обучать итерационные. Это означает, что у нас есть сколько-то эпох, есть сохраненные веса. Эти веса стоит натравить на те картинки, которые нам прилетают. И таким образом мы пункт номер один получим. Уже какие-то размеченные картинки. Конечно, нейронка будет сильно ошибаться, но таким образом мы наберем большой негативный класс, который будет очень похож на то, что мы ищем. Плюс повысим таким образом обобщающую способность нейронки и на следующей итерации уже подавать новый датасет или прямо в том же самом процессе подпихивать новый датасет следующим эпохам. Собственно, если мы все-таки хотим понять, где нейронка ошибается, как многие из вас, наверное, представляют, нейронная сеть — это какой-то черный ящик, в который нельзя заглянуть, нельзя интерпретировать. Ну, либо можно, но очень сложно, очень много костылей. Есть такая библиотечка — шеп. Что она делает? Ей можно подать нейронку, подать какой-нибудь слой, который вы хотите понять, как работает ваш датасет, и библиотечка выплюнет хитмэп, на котором будут отображены области картинки, на которых будет показано, какие области этих картинок являются ключевыми для классификации нейронной сети. Здесь приведен пример прямо из гита кода. Делать все классно, просто и удобно. Недавно вышла серия статей, в которой авторы рассказывают о том, что нейронные сети любят оверфититься под текстуры. Это означает то, что, например, в левой части есть текстура кожи слона, нейронная сеть говорит, что это слон, есть котенок, нейронная сеть говорит, что это котенок. Но если натянуть эту текстуру на котенка, нейронная сеть сразу начнет говорить, что это слон. Хотя человек понимает, что в данном случае это все-таки котенок. В статье также был приведен пример нейронной сети, обученной на имиджнете. Авторы решили провести эксперимент и вывели области картинок, на которых нейронная сеть делает предположения о том или ином классе. И, например, на классе с рыбой ключевыми элементами картинки были пальцы рыбаков. Они были везде. Ну и, собственно, если натравить просто на рыбешку, пальцев там не будет и нейронная сеть ошибется. Это нехорошо. В следующей статье авторы предлагают подход, чтобы нейронная сеть все-таки не оверфитилась под текстуры или какие-то такие локальные вещи, а учила формы. Для этого стоит изменить текстуру. Здесь, собственно, есть ссылочка на GitHub внизу, где есть код очень полезный. Что он сделает? Он возьмет ваш датасет и наложит какие-то текстурки, например, как на картиночке. Вы получите датасет с другими текстурами, но с теми же формами. Метрика может, конечно, немножко упасть у вас, но обобщающая способность сильно вырастет. Следующий пункт — библиотечка Augmentations. Библиотечка написана Kaggle-мастерами из России. Она очень простая, очень удобная на примере кода. Все, что нужно, это импортировать все методы аугментации, которые вам нужны. Аугментация — это изменение картинки на лету. Например, есть метод Compose, который делает несколько аугментаций. one-off, с помощью которого можно выбрать с определенной вероятностью один из методов. И дальше просто в листе перечисляете все методы, которые хотелось бы использовать с разной вероятностью. И, собственно, здесь пример. Библиотечка может работать как с bounding-боксами, с масками, просто с картинками, делать различные дисторшены, преобразования. Что получается, применив все это и подав в ту же самую нейронную сеть без различного rocket science, без тюна параметров, заменив единственное, что генератор для аугментации на свой с помощью augmentation. Конечно, метрика немножко ухудшилась, но сильно прирос датасет, сильно прирос датасет валидации. Валидация уже не те картинки, которые подумали, что было бы подать неплохо нам. Много негативного класса, но обобщающая способность сильно выросла. Еще небольшой хак, может, кто-то не знает, он не касается датасета, но есть такая штука, как mix precision training. Что это означает? Вместо floating point 32 будет подаваться floating point 16. Кажется, как будто бы качество должно ухудшиться, но на самом деле нам просто нужно немного больше эпох, чтобы обучиться. но приведен бенчмарк, на котором NVIDIA тестирует разные архитектуры нейронной сети и есть перерост в скорости. Он очень большой и запускается все одной строчкой из-под докера NVIDIA. Собственно, как устроен наш процесс, как рассказывал Артем, мы собираем урлыст на CDN с помощью API, складываем все какое-нибудь в хранилище, дергаем асинхронными запросами, очень быстро накапливаем огромное количество картинок, как-то складываем, размечаем, тренируем модельку с помощью итерационного, получаем профит. Дальше Артем расскажет про TIS. Что в итоге мы получили? Мы получили для клиента следующее. Как мы говорили, мы пошли дальше, чем анализ текстов, мы начали ковырять картинки. Вот у нас есть собранные урлы. Эти собранные урлы обычно ведут на какие-то посты, например, в Инстаграме. На самом деле в данном случае мы анализировали непосредственно инсту. По этим урлам дергали картинку, прокидывали в нейронку и искали прям большой набор не только брендов, а объектов. То есть там были и куклы Лол, и Барби, и Нерф, и собачий патруль, щенячий патруль, простите. В результате, когда мы прокидывали в Инсту, у нас были подготовлены еще две нейронки по полу и по возрасту. Мы одновременно смотрели по аватарке, что за аккаунт, и пытались определить, кто все-таки покупает эти игрушки. Ну, понятно, что есть перекос в направлении по возрасту, в направлении того, что от 18-34 в принципе есть смещение по Инстаграму, но видно, что от 13-17 дети, которые все еще увлекаются маленькой пони, они тоже здесь присутствуют. И видно, что женского пола явно там гораздо больше, особенно если сравнивать с другими брендами. Дальше сделали следующее. Во-первых, мы смогли выбрать для клиента амбассадоров. Ну, то есть, если у человека, у которого много фолловеров, есть какие-то фотки, то, во-первых, вряд ли и клиент про это не знает, то ясно, что это прям нейчерл амбассадор, которому может быть интересно посотрудничать. А еще сделали небольшой пивот. То есть, мы уже проделали огромную работу и сэкономили кучу денег в плане того, что этот раз мы в день 200 тысяч фотографий прогоняли. Я имею в виду, прогоняли-то мы их за несколько часов, но то, что анализировали. То есть, один месяц у нас занимал 200 тысяч, умножить на 30 дней. Мы нашли на этих фотографиях несколько десятков тысяч логотипов и объектов. И дальше мы это все прокинули добро в Google Vision API, потому что дженерал-модели у нас нет и просто ее не на чем даже обучать. А получили плюс какие-то лейблы, которые изображены на этих картинках и поверху этого сделали градиентный бустинг, который уже определял, а в каком сеттинге данная игрушка встречалась со своей аудиторией. Понятно, что 28 плюс 23 это то самое, что… То есть, это той картун имидж, это то самое, что можно было и так предсказать, что понятно, что в мультиках какие-то принт-скрины постоянно вываливаются в Инстаграме и игрушки. Но были интересные категории, такие как одежка, такие как интерьер, про которые клиент никогда по-другому не узнал. Это, правда, дало хороший такой инсайт с точки зрения, а как дальше развивать собственную франшизу. Ну, чуть-чуть дальше тоже, буквально последний слайд. Как мы попробовали еще натянуть уже на слона. Взяли временной ряд, так как мы медийное агентство, у нас много информации по телевизионным выходам. Мы взяли рейтинги, это вот эти вот тоненькие рейтинги телевизионные, то есть это выходы рекламы, вот эти маленькие серенькие тоненькие столбцы. Зелененькое – это то, как постились как раз фотки, релевантные по бренду, а вот эти толстые столбцы – это промо, промо ценовое. И видно, что на самом деле реклама вот вообще не работает, на самом деле игрушки покупаются детям на праздники, и тогда, когда они дешево стоят. Спасибо всем за внимание. Вопросы. Спасибо за доклад. Я, может, пропустил. Вы модельку уже готовы взяли, переобучивали, либо с нуля обучали, и есть ли не секрет, на каком, насколько большом датасете вы все это делали? Мы взяли рейтинонет, обученную, ну, предобученную на иммажнете с Backbone ResNet 101. Размер датасета – 1010 картинок. Он сбалансированный еще. То есть там было в районе 20 классов, и все это было сбалансировано. А вот вы говорили про негативный класс. Это у вас был отдельно выделенный класс изображений? Нет, это изображения, на которых просто нет никакого класса. И вы их подавали тоже во время обучения? Да, просто без разметки, как картинку, и все. Выходы при этом целевые были нулю, просто все равны? Да. Отдельно негативный класс? Нет, отдельно негативного класса нет. Спасибо. Вот еще сзади. Спасибо за доклад. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, после того, как выяснили вы, от того, что реклама вообще не работает, что вы сделали? Перестали вкладываться в нее? Ну, во-первых, это было исследование конкурентных франшиз. Наша реклама, наверное, работает. Вот, слава богу, клиент тебя не исследовал. А вот вы использовали альбументейшн. Подскажите, не исследовали вопрос повторяемости результатов обучения при использовании альбументейшн? Ну, это чисто, наверное, больше теоретически, наверное, потому что, как бы, вот я его использовал, когда у меня не получалось добиться, чтобы в разных экспериментах с одними и теми же данными получался один и тот же результат. Ну, получается, у нас процесс все-таки недетерминированный, и каждый раз картинка аугментируется по-разному. Вот именно я об этом. Поэтому, да, воспроизводимости ожидать не стоит. Но все-таки сходится все плюс-минус к одному и тому же результату, к одной и той же метрике, ну, показанию метрики. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Ну, по теме доклада, да, то как мы готовим датасеты? Не совсем, может быть, понял или услышал в начале, но вот очень интересный момент, как изначально генерировали те самые юрлы, да, и где вот откуда подбирались картинки, чтобы там увидеть этот бренд. Я так понимаю, это не просто рандомно 10 миллионов картинок с интернета вытащили, а нужно было как-то, ну, тоже здесь было какое-то машинное обучение, нейронная сеть или… Нет, там не было никакого машинного обучения, там было использование в лоб API гугла и фликра и фотобакета. Ты просто пишешь, по сути, в одном из параметров get-запроса, ну, как в поиске, то, что тебе нужно. После этого у тебя все вываливается, ну, не по скорую, но то, как, по крайней мере, они это видят. Дальше ты это размечаешь как раз с помощью асессоров, и в этом состоит боль с асессорами, потому что, когда ты приходишь обычно на биржу, то там очень часто работает, ну, часть, вернее, ботов появляется, вторая часть нужно перепроверить, потому что ты уже не веришь в то, что не все боты, и в итоге это тратит время команды, ну, как, по крайней мере, нам внутри кажется, и второе все-таки качество снижается. Поэтому, когда нам нужно набрать там 10-20 тысяч, вот мы решили, что все-таки внутри небольшую команду из трех асессоров проще нам держать. А в инстаграме… В инстаграме… Ну, инстаграм — это серая абсолютная история, так как API закрыта, то, как мы его сейчас дергаем, мы его дергаем просто по урлу. То есть, по сути, нам подрядчик, который, как говорит он, имеет соглашение с Фейсбуком, отдает пачку урлов по конкретным текстовым запросам. Скорее всего, это текст. Ну, текст, ну, скорее всего, полнотекстный поиск, соответственно, это включает и хэштеги, и сам пост, и коммент. Здравствуйте, спасибо за доклад. А можно, вот, во-первых, вы сказали в конце, что вы воспользовались Google, чтобы что-то разметить? Я вот быстро высказал. Да, то есть, идея такая. Мы сначала, так как у нас были 20 миллионов картинок всего за три месяца, которые мы отмониторили, мы эти 20 миллионов прогнали через свою нейронку. Среди этих 20 миллионов мы, по сути, выбрали несколько десятков тысяч, те, которые отвечают нашему запросу. То есть это там, где встречается либо логотип, либо объект, например, пони. После этого мы это прокинули уже в Vision API, просто потому что нам хотелось рассказать чуть больше, чего там нарисовано. Да, мы могли бы использовать что-то коробочное в интернете, но это коробочное в интернете обычно работает все-таки хуже, чем то, что висит у Google в API. Я хотел спросить, если это не секрет, а какие расходы были на каждой стадии? То есть вот сколько стоило скачать с Google, сколько стоили асессоры, сколько стоило вот Vision API? Да, смотри. Значит, получается, что по асессорам, ну, у нас получилось, что-то в районе там 45-50 тысяч рублей за всю разметку. По Google, ну, как обычно, полтора доллара за каждую тысячу. Ну, в среднем фотографии. А больше там расходов нет, потому что обучались мы на внутренних мощностях. Спасибо за доклад. У меня, наверное, в продолжение предыдущих двух вопросов по поводу разметки. Интересно, использовали ли вы или пробовали, может быть, такие системы, как амазоновский механический турк или у Яндекса Талака есть. Есть другие, похожие, более автоматизированные, чем биржи, наверное, такие штуки. В них есть детектинг, ну, там, ханипоты выставляются для того, чтобы ботов отлавливать и прочие такие автоматические штуки. Вот, как раз с этими системами у нас и были небольшие сложности. Они связаны с тем, что, с одной стороны, нас смущает то, что все-таки не на все вопросы, ну, то есть, короче, на часть вопросов все-таки мы ловим ботов. Вот, и таким образом у нас получается, что датасет, несмотря на то, что мы тратим потихоньку деньги, он, ну, не так быстро перерастает, как хотелось бы. Хотя, да, оперативнее, конечно, чем внутри. А вторая история – это про то, что мы не можем нормально брифовать. Может быть, это, конечно, у нас такие проблемы, но правда, просто получается, что, когда мы, например, сталкиваемся с… Ну, в первый раз что-то сделали, выкатили какой-то прототип, собрали много картинок, но в плане нейронной сети уже это что-то отпредиктило. Например, нам прилетел тот самый волшебный не My Little Pony, а My Happy Horse. И вот этот My Happy Horse просто все портит, потому что нужно переставлять, перебрифовывать, по сути, асессоров и на лету это делать там очень неудобно. Гораздо удобнее сделать это с теми-тремя людьми, которые у тебя сидят под боком и прямо на лету мониторить такие случаи, не прокидывая все это в обучение. Еще вопросы? Нет? Артем, Тимур. А в итоге вы использовали Retina.net с гитхаба, керосовскую реализацию, если я правильно разглядел. Не переписывали сами ее для прода? То есть прямо так вот и использовали в том виде, в котором… Прямо так и использовали. Единственный момент, который мы переписали, это аугментация. Понятно. Спасибо. И в принципе по быстродействию вас устроило это решение? Ну, у нас получается, что мы три месяца, насколько я помню, в районе девяти часов у нас бегает один день, в одном дне у нас 200 тысяч фотографий. Вот. Это бегает на V100. Понятно. Спасибо. И еще вопросы? Ну, тогда Артем, Тимур, спасибо большое за доклад.